всем привет друзья на вк на лайв-трансляциях я не выходил в эфир уже сто тысяч миллионов лет в основном меня можно найти на фейсбуке потом мои фейсбучные трансляции все на моем live channel на ю тубе еще выкладываются вот так сейчас я выйду на более хорошую дорожку и где связь интернета лучше и мы начнем с вами да а зарисла сейчас чтобы не лагало надо выехать из этой ямы с горы из ямы сейчас на трассу и все будет нормально так присоединяйтесь присоединяйтесь друзья еду я щас как всегда на тренировку обычно когда у меня подкасты за рулем и вот сейчас точно так же и сейчас поговорим на тему на которую наверное не говорил за последнее время только ленивый но почему-то всегда я вижу одну лишь точку зрения вот я говорил что прошу прощения сыроват на улице хладноват и поэтому так вот это насморк немножко ну так вот одну какую-то точку зрения кто-то говорит о том что ничего не получается в пн там да и всякие вещи помогают там побеждать а кто-то говорит о том что они ребята тут все намного сложнее тут эта теория заговора тут типа че ли не то что паша дуров то заодно с роскомнадзором все это было задумано для того чтобы потихонечку вывести наоборот все только под один телеграмм там и все такое прочее они уже давно договорились что это такая тайная блин игра в общем кто-то сторонник теории заговора кто-то сторонник того что настолько слабы наши все эти фсб и роскомнадзор и суды что победить пашу они не смогут павла че я буду это самое не братствовать павла павла дурова не могут победить его компанию и так далее вот посмотрев массу роликов почитав массу материалов на эту тему я я никогда на гребне волны не вылезаю на тему потому что мне нужно собрать информацию для того чтобы сложить свою какую-то точку зрения ну вот и она у меня как всегда двоякая то есть есть два варианта развития ситуации которые мы будем дальше наблюдать потому что никогда не может быть точки зрения поймите на самом деле если у кого-то есть точки зрения то это очень ограниченное мышление что такое . . ни о чем то есть у некоторых людей смоги кругозор на столько мал и настолько мало пониманий и знаний что знание на какой-то с вами предмет они называют точкой зрения . это это вообще ни о чем вот а вот если говорить о мнении то оно вот у меня лично но сам едва яка и итак это мы первое ну если вот понаблюдать то шоу хрен знает какой день то это я шучу конечно много чего не работает до после блокировки различных айпи а там амазона или и других то каналов и и и прекрасно работает телеграмм я вот лично телеграмм не удалял но наверно в силу того я этого не сделал что во первых он место немного занимает у меня на телефоне а во вторых я им почти никогда не пользовался если бы я пользовался какой-то программой и она действительно перестала бы резко работать я бы наверно я бы я бы ее удалил я не стал бы заморачиваться с вопленами там и чем-то еще но я ее не удалил в итоге получилось что сделал как бы правильно а я там буквально подписан на несколько каналов как мессенджер я его не использую практически использую для этого ватсап вайбер в основном давно человек лояльный но в связи с последним событием у меня есть жутко и желание наоборот и с перейти на телеграм потому что несмотря вроде как бы на все потуги роскомнадзора на все блокировки павел что-то сделал там такое что на само значит обновляется и телеграм у меня прекрасно работает конечно я не перекидываю по нему какие-то глобальные файлы я же говорю я его не пользую на всю катушку как оказывается можно там делать люди там чуть ли не бизнесы большие делают они не чуть ли а действительно делают огромные файлы записывают в прямых эфирах скидывают там что-то и гайд стал немножко подтормаживать из-за того что нагрузки большие на сервера которые через пен работают ну так может у них это потому что они через vpn или в vpn по-моему да вот а я же ничего не делал по от меня работает все на полную скорость как мне так кажется вот и конечно мне я наблюдаю эту картину на скидку и понимаю что ничего сделать то не могут вроде бы действительно не получается и на самом деле у меня это вот если такую точку зрения принять не может вызывать не может не вызывать радость ну я реально рад ну потому что я считаю что решение дурацкое со всех сторон напали на человека напали на сервис напали надо на что посчитали проще это будет сделать не напали на то же самое там от ватсап потому что руки коротки решили с тем кто это по мельче поделегаться человек оказался бескомпромиссным с твердой волей и показал им вот такой болт здоровый и собственно говоря на самом деле он действует в рамках конституции ничего он антиконституционного не сделал а вот те санкции и законы которые пытаются применить быстро принятые какие-то решения суда это антиконституционно поэтому я сам смотрю наблюдаю и и и только радуюсь за павла и желаю ему всяческой победы с другой стороны наблюдая картину я могу вполне себе предположить что все-таки в роскомнадзоре и вверху и фсб но сидят не дураки не дураки странно было бы предположить что ну совсем конечно там люди глупые хотя с другой стороны в последнее время если честно сказать наблюдая за картиной которая сложилась из ряда из очереды событий мне к иногда начинает казаться что может быть и дураки почему потому что вот эти вот и нут истории с сирией то их там нет то их там есть с вагнеровцами со скрипалем с пожарами и со всем прочим и с враньем тотальным которые постоянно передергивается перевирается мне кажется что так заврались что уже поверить ну практически не знаю что что должны что должны верха сделать чтобы восстановить себе репутацию чтобы их слову можно было поверить вот что сказано то значит наверно существует то наверно сам не правда вот то есть сейчас все наоборот час как в том в той сказке про волков и митю там или и не знаю про кого ну не верится уже ничего если что-то говорится по скорее всего значит это все наоборот это просто вообще капец нигилизм уже тотальный но все-таки предполагаем что сидят там люди не дураки а раз они не дураки то они могли предвидеть такую ситуацию что собственно говоря понимали что они могут не заблокировать ничего то есть они не заблокируют этот самый телеграм тем более дурова ущерб они не нанесут большой для него это ну пускай россии 15 процентов бизнеса составляет зато для всего для остального мира это ну просто тотальная реклама этого сервиса он просто на этом еще больше поднимется реально а для думающих людей там и для интересов для тех кто опять же а лояльные к телеграмму там установить эти там аннуто обходы и две секунды то есть ничего не выигрывают остаются вроде как бы в дураках а в дураках ли вот сейчас они блокируя это все задели очень важные другие моменты они задели и ватсап они задели и вайбер они задели кучу других сервисов как только некоторые они задели не умышленно а вот предположим что многие умышленно и сейчас идет просто тотальная такие военные учения в информационном поле когда такими легкими джебами прощупываются ватные с вебальнички и сам пользователей всех как они на это но то реагируют ватные тремя иду провату вот если они сейчас это все проглотят то это будет говорить о том что в принципе блокировать можно все и ничего особо не возникнет а делается это под шумок блокировки телеграмм представьте что если бы вдруг начали блокировать все но это повести сказать так и так и с этого момента мы начнем там эту блокировку различных сервисов различного там каких-то сегментов интернета народ бы залупнулся бы просто капитально а сейчас говорится то что мы блокируем телеграмм но лес рубят щепки летят и блокируя телеграмм вдруг случайно задели что-то ну дурачки задели случайно но не специально же и народ заглотил это все и и как бы это нормально а в самом деле это это самопроверка насколько велико терпение можно ли дальше попробовать гайки затянуть и как оказывается наверное можно сейчас люди все радуются за успехи телеграма и совершенно как бы в абсолютном большинстве своем не напрягаются по поводу того если их это лично не коснулось то что пострадали другие какие-то вещи какие-то серверы сервисы серверы портал и каналы какие-то функции какие-то смоги в интернете выпали полностью кого-то бизнесы пострадали ну вроде как и ничего все это прокатывает ведь на самом деле главная задача другая блокировка телеграмма и поэтому абсолютное большинство остается равнодушным к тому что раз и телеграмм типа это побеждает то все это замечательно а то чтобы что-то другое ну пострадало бы это как бы пока не касается а ведь на самом деле это проверка боем может ради нее все затевалось то на самом деле вот об этом не думаешь что особо много кто задумывается ну нет конечно умных людей полно и кто нет да не в том плане даже если кто и не задумывался это не значит что они это не умные просто вот данную версию может и немногие предположили что это ради этого делается просто никогда не надо недооценивать своего потенциального реального или какого-то виртуального сомги противника нужно посчитать что человек который совершает явно вроде бы какой-нибудь ошибку и выставляет себя дураком перед организацией возможно они этого не делают возможно они не дураки и это на самом деле просто гамбит ну шахматисты поймут этот самый термин на 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 все поймут потому что например был такой фильм по на такунину да и там турецкий гамбит что такое это когда мы жертвуем жертвуем чем-то да то есть попадаем в какое-то невыгодное положение жертвуем какую-то фигуру там или что-то еще для того чтобы на самом деле выиграть ситуацию положение получить какой-то перевес за счет жертвы и вот сейчас вот предположим роскомнадзор с одной стороны в борьбе с телеграмом жертвуется репутацией и роскомнадзор в данном случае выступает жертвенной фигурой мы-то думаем что роскомнадзор ведет самую войну с павлом дуру а на самом деле павел дуров и роскомнадзор это только фигуры на глобальной шахматной доске реально на который вот разыгрался данный гамбит роскомнадзором решили пожертвовать репутации его а на самом деле выигрывается более глобальная ситуация выигрывается ситуация когда становится понятным что интернет можно зажимать реально для для отвода глаз значит делается вот такое-то гамбитный гамбитная такая ситуация ход и под шумок делаются совсем другие вещи вот сейчас надо просто переключить свое внимание и понаблюдать что под этот шумок еще на закрывается и чего еще наделают если действительно суммарные суммарные действия суммарная победа зажимателей закручивателей и самих гаек будет выше чем проигрыш значит за они все сделали правильно ну для них правильно разумеется они эту партию выиграли вот я поэтому ребят предлагаю вам сейчас активно понаблюдать за этой ситуацией не за тем что происходит между роскомнадзором и телеграммом а какие щепки летят еще вокруг из-за этого что еще зажимается что еще происходит одновременно с этим вы поймите что ну я говорю нельзя плоско рассматривать сам ситуацию нельзя как каждую отдельную вещь рассматривать как вещь в себе всегда это элемент более емкой игры обозревайте шахматную доску сверху не будьте фигурой на ней будьте если нет игроком то тем кто за одной игрой наблюдает со стороны понимаете посмотрите какие фигуры подключаются к этому еще какие они ходы делают что еще сопутствует с этим пострадала и пострадает а то понимаете так если вы фигура на поле то вы конечно видите картину однозначно хочется чтобы не съели вас или не съели ту сильную фигуру которая вас защищает условно говоря или дает вам какие-то не знаю преференции какие-то возможности если сравнивать с шахматами вот а если картину посмотреть со стороны то станет понятно что все выглядит несколько не так я еще раз вам говорю возьмите себе на вооружение такое понятие такой инструмент как понятие посмотрите это может быть ловушка вот мне почему интересно чтобы вы об этом задумались если вы тут выскажите после этого видео свои мнения по этому поводу это будет очень интересно может быть кто-то на эту тему тоже задумывался в этом же ключе а может быть я просто у вас свое мнение по этому поводу какой-то есть которые я не заметил понимаете одна голова хорошо а чем их больше тем лучше если только они не высказывают чужие точки зрения а предлагают свои вот потому что высказывать чужую точку зрения которая кажется вам правильной это самое простое то есть принять удобную на данный момент более понятную точку зрения это одно а сформировать свою это другое вот вот я все время когда в сообществе кухонный философ на разных сайтах что-то выкладываю я всегда пытаюсь чтобы те кто ну подписан на эти мои сообщества кто слушает и смотрит меня формировали собственную она не обязательно должна совпадать с моей и лучше всего если она не совпадает ни с одной из общепринятых почему потому что это позволяет еще более детально и более емко оценить со всех сторон все варианты какие только есть поймите что на самом деле правды как таковой в полной мере не существует и смысл ровно тот который мы вложим на самом деле сами но одно дело основываться на незнании другое дело основываться на максимально возможно полученных знаниях версиях теориях информации это спродвигает и расширяет тему я скажу даже более того даже если и не умные люди поступали и не задумывались при принятии решений вот над тем о чем я говорю не происходит ли косвенно без задумки то о чем я рассказал и в конце концов даже случайно сложившаяся подобная ситуация позволит потом проанализировать и сделать выводы и этим закручивателем гаек и наоборот и нам в том числе потому что некоторые моменты происходят спонтанно не все можно было предвидеть не все можно было учесть и даже не обо всем можно было подумать и не все можно было предположить а когда состоялась сам ситуация им можно дать оценку оценку может быть они когда это делали действительно не сделали но теперь видят некие положительные моменты у нас на самом деле очень часто любят а постфактум оправдывать то что например происходят какие-то события смешило всегда просто капец происходят какие-то события в глобальной геополитике а получается что кто-то там из наших в миде либо что-то либо ляпнул что-то не то в общем насмешил весь мир а потом оказалось что в этом можно было бы там усмотреть какое-то вот чего-то там и говорить о это была многоходовочка это было продумано блин да ничего продумано не было был просто ляп под который потом подводится какая-то философская концепция что все так было задумано все было продумано блин ну пипец это вообще если бы все было задумано и продумано и все гроссмейстерами бы такими у нас бы были бы то реально бы мы мы бы видели подражение об этом такое что нам всем было бы хорошо а когда все эти многоходовочки приводят к тому что гайки только закручиваются все больше и внутри государства и с снаружи то что-то как-то партии не кажется выигрышной особо-то вот и здесь собственно говоря картина выглядит абсолютно точно так же ну в общем вот поэтому я конечно не сторонник вот ну это уже моя исключительно субъективная точка зрения я не сторонник того что Павел Дуров договорился может быть просто потому что мне в это хочется верить наверное ну я вот хочу считать что это так но вот это это уже это чистый субъективизм а то что я предположил вот два варианта таких про которые только что рассказал если кто не видел то можете пересмотреть это видео с самого начала к тому же оно потом еще будет на ютубе на лайв ченнел у меня вот то выскажитесь по этому поводу будет реально интересно реально интересно смотрю тут были люди в эфире к сожалению все меленько не вижу но и мне кажется вопросов никаких никто не написал ничего не задал вот а хотя бы просто знаете я хочу сказать так если вы за за Павла Дурова поставьте плюс если за Роскомнадзор поставьте любой другой сам знак вот так вот ну если у вас какое-то мнение есть то напишите его будет интересно ладно я практически приехал на место сейчас у меня тренировка по кроссфиту сегодня будет такое full body скоро еду в Грецию вот это не значит что это нет я не к тому что я тело к пляжному сезону готовлю нет но просто сейчас есть какое-то желание не силовуху переть больше а вот именно позаниматься и не стучать по мешкам сегодня есть больше желаний и вообще в последнее время больше по кроссфитить не знаю такой период наверное что ли наступил бывает он откатывает таким периодами так жетон ну поехали так все всем пока так то тоже так еще и х